Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Европейский Союз внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси. В том числе за преследованиями правозащитников, представителей профсоюзов и адвокатов, а также за судами над журналистами. Это должно прекратиться, это неприемлемо в Европе 21 века, заявил Тутбай предсекретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Стано отметил, что Евросоюз все так же решительно осуждает репрессии, проводимые белорусскими властями после выборов в августе 2020 года. Неприемлемое преследование правозащитников, работников СМИ, представителей профсоюзов и адвокатов последние дни и недели усилилось. Мы увидели это при вынесении приговора двум журналисткам Белсата Дарьи Чульцевой и Катерине Андреевой, которых по необоснованным обвинениям лишили свободы на два года. Мы также видим суды над другими журналистами. ЕС расценивает это как продолжающееся запугивание и попытки властей заставить замолчать журналистов и работников СМИ, которые просто выполняют свою работу. Усилия властей явно направлены на то, чтобы помешать белорусскому народу получать информацию, и это недопустимо, отметил Петер Стано. Мы призываем власти Беларуси прекратить ущемление прав и свобод человека, в том числе прессы, прекратить злоупотреблять законом и использовать судебную систему для запугивания журналистов. Вместо всех этих контрпродуктивных действий и запугивания, считает Евросоюз, власти должны действительно сосредоточиться на запуске общенационального диалога, чтобы разрешить текущий кризис в стране. Чтобы желания и запросы населения действительно отражались в том, как управляется страна, заявил председатель ЕС. Евросоюз напомнил, что они внимательно следят за растущим притеснением людей и гражданского общества со стороны властей. Европейский союз предельно ясен. Это должно прекратиться, это неприемлемо в Европе 21 века. Мы уже ввели санкции в отношении более 80 человек, а также семи организаций за их участие в широкомасштабном нарушении основных свобод в Беларуси, притеснении людей, фальсификации выборов. Мы, как ЕС, рассматриваем возможность принятия других санкций, потому что будем поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, помогая гражданскому обществу и наказывая тех, кто отказывает белорусскому народу в его основных правах, сказал Стано. Напомним, в августе прошлого года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых, согласно данным ЦИК, победу с большим отрывом одержал Лукашенко. Противники президента обвинили власть в фальсификациях, после чего в Минске и других городах начались массовые протестные акции. Сам Лукашенко утверждал, что при его результате 80% голосов фальсификации невозможны. По его мнению, протестами в стране руководят из-за рубежа.